Высокая потребность в качественном посадочном материале высокорожайных новых сортов, адаптированных климатическим условиям Урала и Сибири, приводит к внедрению передовых технологий размножения растений. Имеющиеся традиционные технологии недостаточно эффективны, поэтому разработка технологии искусственного размножения растений инвитро является необходимым условием развития сельского хозяйства на данный момент. Технология инвитро – это одна из уникальностей его, потому что при дефиците исходного материала, имея одну веточку или одно растение для введения, ну там несколько почек, можно получить за год до 30 тысяч растений. То есть, ну если за полтора года уже это, то есть 100 тысяч растений, размножение идет в арифметической прогрессии. Во всем мире данный подход рассматривается как один из надежных и эффективных способов размножения растений, а также сохранения генетического потенциала редких и исчезающих видов растений. Так как способ инвитро – это единственный способ получения растений в массовом количестве и в короткие сроки. Единственный способ получения растений, освобожденных от болезни, в том числе и вирусных болезней. Это является основой для селекции и получения сортов и гибридов с высокими хозяйственными ценными свойствами. То, как урожайность, устойчивость к болезням, устойчивость к климатическим условиям. Мы хотим, чтобы, например, были цветки большие. Вот мы идем в селекцию в этом направлении. И вот технология инвитро в некоторых случаях позволяет проводить селекцию и уменьшать время селекции до получения нового сорта, то есть в разы. Технология инвитро – это единственная возможность на данный момент сохранения и восстановления популяций исчезающих видов растений. В основе технологии лежат асептические условия производства, техника работы в асептических условиях и разработка уникальных искусственных питательных сред. Питательная среда представляет собой сложную, оптимизированную многокомпонентную структуру, состоящую из органических и неорганических химических соединений и биологически активных веществ природного происхождения, оказывающих стимулирующее действие на рост и развитие тканей и органов растений. Весь процесс размножения можно разделить на четыре стадии – это введение в культуру, размножение, укоренение и адаптация растений. И следующий этап – это уже растение доращивается в теплице, чтобы получить стандартный саженец на продажу или на высадку в питомник.